Добрый день, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – переводческие образовательные учреждения в Австрии, Германии и Швейцарии. Согласно плану лекции мы рассмотрим следующие вопросы. Особенности подготовки переводчиков в Венском университете Грации Инсбруке. Второе – подготовка переводчиков в Гейдельбергском университете Дюссельдорфе Майнте. Третье – подготовка переводчиков в Женеве Высшей школе перевода. До XX века обучение переводчиков не имело систематизированного характера, хотя усилия для этого предпринимались в разных странах мира. Можно вспомнить известные монастырские школы, где обучали монахов-переводчиков. Одной из крупнейших в X-XI веках была монастырская школа Ноткера в Швейцарии при монастыре Сан-Гален, не менее знаменитая школа переводчиков Толеда. Специализированные учреждения, обучающие переводчиков, появляются в Европе и на других континентах только в XX веке. Одним из первых таких учреждений были специализированные курсы устных переводчиков, открытые в Германии при Министерстве иностранных дел в 1921 году. Следом за ними на базе университета возникают высшие школы академического уровня в Гейдельберге в 1935 году, в Женеве в 1941 году, в Вене в 1943 году, в Париже в 1957 году. С 1964 года существует особое международное объединение высших учебных переводческих учреждений, представляющее собой одновременно и экспертный совет по оценке уровней переводческих учреждений CIUTI – Международная ассоциация институтов и университетов для переводчиков. Учебные заведения, входящие в CIUTI, считаются особенно престижными. Рассмотрим переводческие образовательные учреждения в Австрии. Обучение переводчиков осуществляется в трех университетах – в Вене, Граце, Инсбруке. Членом CIUTI является только Венский университет. При Венском университете в настоящее время существует институт подготовки письменных и ученых переводчиков. Обучение развивается на два этапа – подготовительный, который длится 4 семестра, и основной, также 4 семестра. Уже на первом этапе студенты специализируются либо на устном, либо на письменном переводе. Проводятся семинары по технике речи, по переводческой нотации, необходимой для устных переводчиков, по теории и практике работы с терминологией для письменных переводчиков. И также совершенствуются знания в области двух иностранных языков. Венский университет расположен в Вене, основан в 1365 году, является одним из старейших университетов Европы, в котором обучаются около 63 тысяч студентов, что делает его крупнейшим по численности обучающихся студентов в вузах немецкоязычного пространства. В настоящее время в главном здании находится ректорат, большинство деканатов, главная университетская библиотека, а также некоторые институты. Остальные институты и кафедры расположены в более чем 60 пунктах в Вене. Недалеко от главного университетского корпуса находится кампус, расположенный в здании бывшего Венского государственного городского госпиталя. Переводческие образовательные учреждения Германии. Профессию переводчика в Германии можно получить в одном из восьми государственных университетов. В Гейдельберге, Майнце, Сарбрюкене, которые являются членами CIUTI. В Берлине, Лейпциге, Дюссельдорфе, Хильдисхайме, Бонне. В трех специализированных высших школах в Кельне, Фленцбурге, Магдебурге, а также в частных учреждениях и на курсах. Обучение, как и в Австрии, делится на два этапа – подготовительный 4 семестра и основной 4 или 5 семестров. Однако в реальности студенты учатся 5-6 лет, что позволяется, так как график занятий весьма напряженный. В специализированных высших школах условия обучения гораздо строже. Для обучения составляется 8 семестров, а все дополнительные предметы являются обязательными. Университет в городе Гермерсхайме. История факультета ведет свое начало с 1947 года, когда в Гермерсхайме был основан Государственный институт переводчиков. В тот год в институт были зачислены первые 242 студента, а их обучение для получения квалификации переводчик-синхронист занимались только 4 профессора и 17 доцентов. С 1992 года факультет именуется факультетом прикладной лингвистики и культурологии. За годы существования факультета число его студентов достигло свыше 200 тысяч, из которых примерно 1000 студентов-иностранцев. Профессорско-преподавательский состав в настоящее время насчитывает 14 профессоров и около 100 преподавателей, штатных научных сотрудников и внештатных лекторов. Факультет является членом ассоциации CI-UTI. На факультете осуществляется 8-семестровый курс обучения по профилю письменный переводчик и 8-семестровый курс по профилю устный синхронный переводчик. Для студентов-иностранцев факультет в Герменсхайме предоставляет уникальную возможность получить обучение с опорой на родной язык. Выпускники факультета могут работать в качестве посредников языкового общения во всех сферах международных отношений, где хорошее знание языков и специфики за рубежей является определяющим. В частности, в таких сферах, как политика и экономика, наука, издательство, пресса. Центральными компонентами академической подготовки являются наряду с общей переводческой лингвистикой и культурологией зарубежья дополнительные спецпредметы, такие как информатика, медицина, право, техника и экономика. Факультет готовит переводчиков, владеющих следующими языками. Английский, британский, английский, американский, французский, итальянский, испанский, португальский, русский, польский, арабский, китайский, немецкий, голландский. Обучение переводчиков в Швейцарии. В этой стране большую роль играет внеуниверситетское обучение переводу. Только в Женеве высшая школа перевода входит в состав университета и является членом CI-UTI. Здесь обучение длится 4 года. Целенаправленное переводческое обучение начинается только на 3-й год. Устный перевод ограничен в обучении от письменного. Студенты овладевают двумя иностранными языками. И по каждому из них обязаны пройти заграничную практику в течение одного семестра. В число теоретических дисциплин входит лингвистика текста, теория перевода. Право и экономика являются обязательными предметами. Среди частных школ наиболее известны школы Сан-Галлине и Цюрихе. Женевская школа устных переводчиков основана в 1941 году усилиями Антуана Велимана. О возможности осуществления синхронного перевода тогда лишь еще догадывались. Но в Женеве, где была расположена штаб-квартира Лиги наций, устные переводчики были весьма востребованы. С окончанием Второй мировой войны и проведением Нюрнбергского процесса в 1945 году для профессии устного переводчика наступил небывалый рост. Женевская школа перевод была первым учебным заведением в мире, где вели преподавание синхронного перевода. Спасибо за внимание.